Всем привет! Вот они покупки февраля. Это покупки, сделанные, можно так сказать, за неполный февраль, но, поверьте мне, больше в этом месяце покупок не будет. Небольшое количество наборов и станочек. Ну что, начнём. Первый набор это лансвит, феечка, весеннее настроение. Я так рада, так рада не могу насмотреться, наглядеться на них. Очень красивые, с креником. Сама равномерка. Эту ткань можно разглядывать, щупать. Она действительно равномерка. Вторая феечка, это осеннее настроение. Посмотрите, рыжая какая, ирландская. Прямо не могу. Пушистая юбочка, этот короткий топ такой. Белочка или лисичка, кто это. Белочка, скорее всего. Прямо вообще такие милашные. И третье, это летнее настроение. Такая розовенькая, с лягушонком. Смотрите, как он стоит, смотрит, улыбается. У него даже ножки так стоят. Вообще я не могу. Розы везде. Просто красота. Конечно, комплектация этих наборов, я не знаю, но такой высоте, такое ощущение, что каждый запаковывается отдельно, вручную. У него что-то вкладывается. Душа не выглядит, как будто это просто фабричная штамповка. Как будто всё сделано вот прям один к одному. У меня есть четвёртая феечка зимнее настроение. И вот они, 4 сезона. 4 сезона феечки будут у меня вышитые. Следующая моя покупка это деревенька. Мало кто её вышивает. Есть начатые у девчонок деревеньки, но ещё я не увидела ни одной законченной до конца. И именно полностью вот так вот. Потому что я на картинке не хочу разбивать, хочу полностью. Но это уже после моего Сулеймана будет такой скажем так большой процесс. Помимо него буду вышивать. Буду вышивать, допустим, как я сейчас вышиваю. Я вышиваю Султана и вышиваю что-то маленькое. Так же я буду и с этой деревенькой буду вышивать её на большом стандке и в параллель буду вышивать что-то маленькое. Маленькие процессы будут меняться, а деревенька будет как бы медленно, но верно ползти вперёд. Но я её закончу. Я её открывала. Мы с моей подругой раздербанили, конечно же. Очень достойная упаковка. Я ожидала на самом деле будет такое что-то типа такого пакета, скажем так, одноразовый. Раз раскрыл, он больше не закрывается. Но здесь оно такое прям как толстое, как пластик. Открывается на кнопочке. Посмотрите, сколько конвы. Нитки я боялась, что нитки будут такие, как в китайских наборах. Нет, они другие, это видно. И я надеюсь, что они оправдают все мои ожидания, желания и потребности. Сама схема внутри вложена как буклет. Но обзоров на самом деле на этот набор уже было много на ютюбе, так что если кому-то очень хочется, я могу и показать, вы мне напишите. Но я думаю, что все уже знают, что это корейская фирма. Следующий набор Dimensions Oriental Orchids. Таких наборов я купила два. Один в подарок моей подруге с агитации начать вышивать. И у нее все получится. В общем, когда она начнет этот набор вышивать, я его начну в параллель с ней, чтобы если у нее возникнут какие-то трудности, чтобы она, может быть, посмотрела, как у меня, ну, или я посмотрела, как у нее, чтобы если какие-то ошибки, ну, чтобы я, в общем, могла ей наглядно помочь, показать. Но я думаю, все у нее будет нормально. Она заболеет тоже, сядет на иглу, и будем мы девушевальных наркоманки. Вот. Тоже такой набор. Я, ну, как бы, мы с моей подругой, которая вот онлайн-магазин, мы с ней выбирали, я у нее спросила для новичка, что-то такое, ну, не прям мини-мини дизайн эти, какой-нибудь там снеговик, там, розочка, цветочек, а что-то такое, что можно уже повесить на стену, потому что я считаю, что, да, возможно, и нужно начинать с чего-то совсем маленького, такого там 10 на 10, но, наверное, зная по себе, если ты что-то начинаешь, и ты сделаешь, и оно у тебя уже повесится, как повесится, ну, то есть, вы повесите, оформите, повесите на стену, и это будет, скажем так, ну, если не шедевр, то приличного размера, нормальная работа, то потом будете ходить мимо нее, смотреть, не верить, что это сделали вы, и захотеть сделать еще, 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 так вот, я, например, начала вышивать не с маленькой работы, но я начала бисером, да и крестиком, в принципе, я сразу себе уже, который мне набор приглянулся, первый крестиком, он был уже смешанной техники, и я не скажу, что прям он был один такой, маленький, прям таких, то есть, нормальных, и когда начинаешь не с малого, то малое потом уже кажется такой фигней, и вот начнет у нас Dimensions, осилит Dimensions, все остальное покажется детским лепетом, хотя этот набор несложный, на 14-й конве конва принтованная уже, то есть, она тонированная, места, где вышиваются орхидеи, они высветленные, на самой конве уже отмечено, тут такие галочки стоят, ну, как на уголках самой конвы, где уже будет середина, откуда начинать вышивать, то есть, вообще, что тут, что тут делать, одна орхидея здесь вышивается, немножко здесь будет по фону золотыми нитями, скажем так, видите, тут вот, будет все блестеть, шикарно будет, так что, все у нее будет нормально, и, захапала я себе еще вот такой набор, посмотрела, нашла один канал на ютюбе, есть женщина, она с Америки, господи, как же она, не мисс с Невада, какой-то канал, не вспомню, сейчас, что-то с Невадой, Невада, штат Невада, она вышивала этих, господи, синичек, да так красиво это все и живо получается, тем более, что сирень, это вообще запах детства, запах весны, когда все расцветает, уже идешь тепло, солнышко греет, сирень пахнет невообразимо, где-то жасминовые кусты, где-то уже какие-то яблоньки, это все пахнет, это все в перемешку с пением птиц, такой вот, не знаю, запах детства, прямо вот, запах детства, потому что здесь у нас в Ирландии ни один сезон он не пахнет, так же, вот как вот зима, да, начинается зима, первый мороз, снежок, пахнет зимой, вот, пахнет весной, так же и лето оно пахнет, ну, всеми вот этими цветами, цветущими клумбами, там, липой, расцветающей, там, зацветающей, а в Ирландии ничего не пахнет, просто пахнет дождем, всегда, поэтому вот, чтобы напоминало о детстве, о вот этих громадных букетах сирени, которые приносились домой, ставились на пол, потому что уже негде было, сколько этой сирени было съедено, пятилистников, трехлистников, боже, все-таки это детство, и, мне кажется, запахи остаются в памяти, вот, как ассоциации с какими-то моментами, ты начинаешь, попадается тебе какой-то вот такой знакомый, где-то далеко-далеко какой-то запах, и ты начинаешь вспоминать, что же было, и впадать, скажем так, в какую-то воспоминания, в меланхолию, так что вот так, на этом мои покупки наборов были закончены, и купила я себе маленький такой станочек от Арабески, пингвин, с рамочкой, рамочка маленькая, 25 на 32 сантиметра, не самая маленькая, но маленькая, так как у меня есть две больших, 30 на 40, 46 на 52, по-моему, или 40 на 56, что-то такое, ну самая большая, а мне нужна была совсем маленькая, поэтому я купила такой вот станочек, в такой, хоп, упаковке, классно, мне очень нравится, что потом сложил туда все обратно, и можно хранить, в какое-то место поставить вертикально, горизонтально, как хотите, такие вот были мои покупки, я очень такая рада, 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 прямо вообще расту, только вот хочется уже все-все-все вышивать, и мозгом своим умом понимаешь, что они все сразу, все как-то постепенно, уже хочется их дербанить, они уже шепчут мне, открой меня, открой меня, ночами спать не могу, сплю и вижу, прямо начало своих этих процессов, особенно на равномерке, как хочется повышевать, хоть один крестик поставить, я прямо себя уже, не знаю, скоро в наручники закую, или отнесу в другой дом все свои наборы, чтобы они мне здесь не попадались, к подружке отправлю, пускай там лежат, так что такие вот дела, на этом все, девочки, всем удачи, всем ровных крестиков, и увидимся в новом видео, пока!